Ты, Сэм, салют! Добро пожаловать в HipCode, что значит хип-хап для детей, а именно для детей хип-хап-культуры. И пришло время поговорить о четвертом студийном альбоме Vince Staples под названием Vince Staples. Это очередной небольшой альбом или капсульный проект от Vince Staples после его третьего студийника FM, вышедшего в 2018 году. Кроме того, это релиз, который полностью спродюсирован Kenny Beats. И это первый альбом, который Vince Staples выпустил после того, как ушел с Def Jam, а сейчас он находится на Atlantic Records. И на самом деле этот альбом вполне возможно является частью роллаута к шоу Vince Staples. И вполне возможно FM тоже был роллаутом к этому шоу. И если говорить предельно честно, то это даже не альбом, это хрен пойми что. Айт, в 2017 году Vince Staples, парень из Лос-Анджелеса, выпускает свой самый, наверное, большой и самый грандиозный проект, а именно Big Fish Theory. Это был большой концептуальный альбом с большим количеством фитов по типу Кенри Каламара, хорошая серия клипов и так далее и тому подобное. Затем, после этого релиза, карьера Vince Staples пошла вот так. Он начал говорить или намекать на то, что завязал с рэпом. В социальных сетях он начал проявлять себя довольно странным образом, так будто ему больше вообще неинтересна музыкальная индустрия или музыкальный бизнес. Затем, в 2018 году он возвращается с очень капсульным, с очень миниатюрным и с очень неожиданным альбомом под названием FM. После этого релиза, летом 2019 года, он выпускает серию синглов и клипы к ним, которые напоминают телесериал или телешоу. Затем он уходит неожиданно с Def Jam. Затем, осенью, точнее весной этого года, он объявляет об этом альбоме Vince Staples, об альбоме еще одном, который называется Как-то там Марта, и объявляет о том, что у него будет телешоу или телешоу на Нетликсе. И опять-таки, вполне возможно, все, что творилось с 2018 года до выхода сериала на Нетликсе, будет как-то связано с этим сериалом на Нетликсе. И вот альбом Vince Staples, альбом, который он называет свою честь, альбом, который опять-таки очень короткая инсталляция, и судя по тому, что происходит последние пару или полтора года в жизни Vince Staples, кажется, будто этот альбом это рефлексия Vince Staples на те события, которые происходили в его жизни. И начинается альбом с очень поэтичного дерьма, на первом куплете Are You With That мы слышим такие слова. Я помню свое детство, все, что я хотел, это быть гангстером, хотел иметь плаг, зарабатывать немного денег, хотел пристрелить пару типов именно в голову, я все еще на улице, не путайте. Я не прячусь от этого дерьма, это дерьмо будет в течение всей моей жизни. Всю свою жизнь я вынужден был бороться, я принимал эти удары, я принимал эти пули поочередную. Если я умру, то ради своих типов зажгите мою свечу, пусть она горит так же, как мы горим в этих клубах, после этого идите отдыхайте. Эта песня больше похожа на открытое письмо слушателю или открытое письмо фанатам, чем на песню. И еще это положено на очень такой сентиментальный, на очень муди инструментальный бит. То есть, другими словами, с самого начала Винстейплс дает нам понять, что впереди нас ждет психотерапевтическая сессия 1 на 1 с Винстейплсом. Следующая песня это Law of Averages или Закон обычных или Закон повседневных. И эту песню Кенни Битти начинает с сэмпла а-ля Джеймса Блейка. И когда ты заходишь в эту песню, она идет второй. Но лично я сразу же понял, что на этом альбоме не будет никакого интертеймента. И здесь Винстейплс рассказывает нам историю о том, каково это выбиться из худо, о том, каково это поднять большие деньги, но не изменить свое окружение. На первом куплете он говорит В жопу суку, я не могу доверить суке свое государство, в жопу друга, мне не нужны друзья с протянутыми руками, считая свои деньги, один в своем доме, не нужно звонить на мой телефон. Каждый, кого я когда-либо знал, уже попросил у меня в долг, оставьте меня в покое. 44-й калибр Сталлоне заставит типа исчезнуть. Я злой бык, но это не paid in full, но я готов убить одного из своих. Да, я люблю тебя только потому, что ты черный, но я не люблю тебя настолько. Я положу твое лицо на футболку, если из-за тебя у меня кончатся деньги. Йоу, это ситуация, которую я не могу понять. Но я полагаю, что многие типы типа Винца Стейплса или какого-нибудь Нипси Хасла сразу же приходят, или на самом деле какого-нибудь Скриптонита, чуваки, которые смогли выбиться из низов и заработать себе деньги, но у них окружение осталось все то же, с кем они росли, все те же низы, они оказываются в такой ситуации, когда Винца Стейплс говорит Все, кого я когда-либо знал, уже попросили у меня в долг. Опять-таки, это ситуация, к которой я пока что не могу себя отнести, но это походу то, через что проходит Винца Стейплс последние, не знаю, несколько лет, вполне возможно. И эта песня называется Law of Averages или Закон Обычных, и это твист на Law of Attraction, скорее всего, Закон Притяжения. Другими словами, Винца Стейплс говорит о том, что он притягивает обычных в свою жизнь, наверное, потому что что происходит на этом альбоме, я не знаю. Один момент, который люди, скорее всего, упускают о Винце Стейплс, так это то, что Винце Стейплс уличный пацан. Винце Стейплс это пацан, который вырос грабителями, насильниками, убийцами с уличными типами. И несмотря на то, что Винце Стейплс один из тех людей, который больше всего хейтит, ну или притягивает чуваков, которые слишком юзают этот уличный образ жизни, Винце Стейплс, тем не менее, не упустит моменты в своей музыке и напомнит тебе, что йоу, я все еще уличный пацан. И этот альбом, на самом деле, если это что и есть точно, так это истории уличного типа. Большинство песен на этом альбоме так или иначе связаны с пацанами с улиц. Два скита на этих альбомах связаны с женщиной, которая растет на этих улицах, которая рассказывает нам о том, что йоу, я и забыла, что однажды в суде я соврала, чтобы упрятать, точнее, чтобы сберечь одного из своих. И на втором ските мы слышим чувака, который рассказывает историю, как они ехали с пацанами, он забыл, что у него в тачке был ствол, их останавливают копы, и он такой фак-фак-фак, что сейчас будет. И, наверное, самая красивая песня про эту уличную жизнь, это «Sundown Town». На втором куплете мы слышим такие слова. «Я не боюсь ни одного человека, в конце концов только Аллах решает. Я потерял слишком много друзей на той стороне улицы, и я не могу притворяться, будто бы мы сможем все исправить и сможем все простить. Я знаю, что кровь будет проливаться снова и снова. Мы зависаем на этих улицах так, будто свисаем с потолка. Когда я встречаюсь с своими фанатами, я слишком параноик, я боюсь сжать им руку, я придерживаю свой ствол, потому что не знаю, кто ты, семья или враг. У меня нет плана, я всего лишь хаслю до самого конца. Типы на этих улицах знают, что я не сверну, не сдамся и не дам заднюю». Йоу, это слова уличного типа, а именно типа, который вырос в Лос-Анджелесе, типа, который, я не помню, как называется, округ, в котором вырос. Винд Стейплес, он рассказывал о том, что его округ, то ли он ходил в школу в Комптоне, то ли его округ это через дорогу от Комптона. И многие он рассказывал, что из того округа, из которого он вышел, многие думают, будто бы в Лос-Анджелесе есть только Комптон, а на самом деле эти уличные дела происходят практически в каждом округе Л.А. И эту песню он называет Sundown Town, или город, в котором спускается солнце. И вполне возможно этот твист Винд Стейплеса о том, что Л.А. это город, который всегда солнечный, но все дерьмо начинается, когда спускается солнце. Я не знаю, потому что что происходит на этом альбоме, я не знаю. И последняя песня, которую я хочу отметить, называется Take Me Home. И когда ты доходишь до этого момента, ты уже точно понимаешь, что этот альбом построен на очень сентиментальных, на очень меланхоличных и даже отчасти на довольно лоу-файных битах. Лоу-файных в том смысле, что цель будто бы Kenny Beats на этом альбоме было привести тебя в уютное пространство, привести тебя в какое-то очень сентиментальное пространство, в котором ты стал бы вспоминать о своей собственной жизни. И все инструменталы на этом альбоме напичканы разными сэмплами. Сэмплы мягкой гитары, сэмплы вырезок из старых фильмов, очень мягкий драмкит в течение всего альбома, реверснутые голосовые сэмплы и прекрасные интерлюди, которые называются The Apple in the Tree. Там мы слышим, как женщина, о которой я говорил чуть ранее, рассказывает историю, и она находится будто бы на детской площадке. То есть будто бы весь этот альбом был построен как попытка какого-то дневника, что ли. И это очень хорошо видно в лирике альбома. Здесь будто бы Вин Стейплз записывает дневник своей жизни, а мы, как слушатели, будто бы открываем и читаем этот дневник. И один, наверное, такой очень большой момент, который бросается в течение этого альбома, что это дневник парня, который то ли страдает, то ли ему страшно, то ли он постоянно хочет вернуться. То есть будто бы он находится в таком месте, в котором ему очень некомфортно, и он постоянно хочет вернуться. И на песне Take Me Home он как раз-таки об этом говорит. Он просит вернуть его назад. На первом куплете этой песни мы слышим такие слова. «Мне не нужен камбэк. Я просто хочу спокойно спать. Я даже не хочу видеть сны о тех вещах, которые я сделал. Я знаю, что эти путешествия приходят с довеском. Я был во всех частях света, но постоянно возвращаюсь в это место, потому что они засунули нас в ловушку. Я проповедую то, что я практикую. Эти улицы — это все, что я знаю. И нет места лучшего, чем дом». Я не знаю, на самом деле, к чему так сильно пытается вернуться Винстейплс. Либо к какому-то месту, физическому месту, либо он пытается вернуться к какому-то периоду или моменту своей жизни. Но весь этот альбом — это очень сентиментальный дневник уличного пацана. Йо Винстейплс, почему ты так грустный? В заключение скажу, что, конечно же, этот альбом — это дневник уличного пацана. Это пацан, который смог выбраться из этих улиц, но он в течение всего этого альбома дает нам понять, что нет, я не изменился, я все еще здесь, и вот мои переживания, вот что происходит у меня сейчас в голове. Этот альбом звучит так, будто бы Винстейплс говорит своим фанатам, «Йоу, а вы знали, что я уличный пацан? А вы знали ту драму и то дерьмо, через которое я должен был пройти в своей жизни? Если вы не знали, теперь вы знаете». Мне очень нравится голос, точнее подачу, которую он выбирает на этом альбоме. В течение всего альбома Винстейплс будто бы говорить сквозь закрытые и стиснутые зубы, будто бы в нем столько боли, будто бы в нем столько тяжести, что он даже не может разомкнуть свои зубы, и это звучит очень интересно. Еще мне нравится то, как этот альбом, это самый обычный сборник записей из дневника. Тут нет ничего особенного, этот альбом не пытается быть чем-то особенным, и в течение своих 23 минут он придерживается тем, что он всего лишь дневник, здесь нет попыток больших песен, здесь нет попыток каких-то экспериментов. Нет, это просто Винстейплс взял микрофон и сквозь стиснутые зубы насчитал нам то, что происходит в его жизни. И это мне очень нравится, что он не изменяет тебе в течение всей длины. Ну и, конечно же, этот альбом непонятно, что это. Вполне возможно, когда выйдет фильм, точнее сериал Винсты на Netflix, мы все-таки, ааа, вот зачем был нужен FM, вот зачем был нужен Винстейплс, и вот зачем нужен был третий альбом от Винсты. И для меня этот альбом, он настолько спокойный, он настолько ничто не старается тебе доказать, он настолько какой-то, ну, просто это Винстейплс. Винстейплс, он мне очень сильно понравился, поэтому я ставлю ему полную хот-хор.